Приветик! Сегодня на канале GameToons мы будем смотреть очередную анимацию про Poppy Playtime 3. Серия называется «У Мисс Дилайт появилась семья». Но перед просмотром обязательно поставьте лайк этому видео, а также подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали, и можно ещё нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Ну, давайте посмотрим на семью Мисс Дилайт. Что за... Как долго я был в отключке? И похоже, я в учебном классе. Кажется, я знаю, кто это сделал. Какой-то гад для вы. Мисс Дилайт, это вы? Так и есть. Но я пришла не одна. Кто-то с тобой. Ты объединилась гендиректором, не так ли? Да я бы никогда. Это семейное дело. Семейное? У тебя есть семья? Позволь мне представить тебе. Мистер Дилайт. Так-так, приятно познакомиться с тобой. Ну что ж, мистер Дилайт, вряд ли это взаимно. Это что, твой муж? Моё имя говорит само за себя. Да мне просто не верится, что кто-то женился на Мисс Дилайт. Но это ещё не вся моя семья. И, конечно же, у нас есть малыш. Это малыш. А почему у Гимтонса все малыши носятся как сумасшедшие? Почему они такие быстрые? Ну, я не понимаю, где ты их взяла? Куча Дилайтов, это точно нам не нужно. О, да они тут совсем недавно. Вообще-то, веришь или нет, ну это история любви. В прежние времена, когда на фабрике было больше сотрудников, ну, типа живых, был один великолепный мужчина. Она была моей самой настоящей тайной поклонницей. Он такой душка. Всё верно. И я хотела, чтобы он любил меня так же, как я люблю его. Но я не могла особо ничего сделать. Свидание на рабочем месте, это непросто. И это уж не говоря про то, что я наполовину монстр. Я пыталась проявлять внимание, как могла. Что-то пахнет здорово. Сливки и два сахара. Прям так, как ты любишь. От твоей тайной поклонницы. Кстати, хочу отметить, что с безопасностью на этой фабрике Poppy Playtime явно всё очень плохо. Если всякие подобные монстры могут ходить, где попало. Да почему за ними никто не следит? Как мило. Мне пришлось смириться с тем фактом, что он никогда не узнает, кто я такая. Но всё было хорошо. Мне было достаточно просто иногда делать его счастливым. До того рокового дня. Час радости. Мы здесь, в приюте, не понимали, что происходит, пока всё не закончилось. Надеюсь, GameTons нам покажет подробнее про вот этот вот час радости. Хотелось бы посмотреть прям отдельную анимацию про это событие. А вам хотелось бы? Напишите в комментариях. Я очень надеялась, что мой любимый сбежал. Нет, нет. Нет, нет. Но когда закрывается одна дверь, открывается другая. Может, он и умер. Но я ведь умная женщина. Итак, посмотрим. Пожалуйста, с работой. Ты в порядке? Ты живой? Я... Живой? О, дорогой. Погодите, а как она смогла сделать живого монстра из мёртвого человека? Даже сотрудники компании Playtime делают подобных монстров только из живых людей. Да и надо работать инженером этой компании, а не быть просто учительницей. Возможно, тебе придётся заново учиться говорить и ходить и функционировать. Но мы с этим справимся. Я довольно хороший учитель. Но это ушло время. Но мы работали вместе, чтобы вернуть его к полноценной нормальной жизни. Однажды... Однажды? Давным... Давно. Всё верно. Он был способным учеником, и мы очень сблизились. И совсем скоро... Мисс Дилайт, выйдите за меня замуж. И он стал моим собственным мистером Дилайтом. Да это всё, что я хотел. И это доказательство того, что если ты не можешь найти бойфренда, то можно сделать его самой. И мы начали счастливую совместную жизнь. Дорогой, ты когда-нибудь думал о том, чтобы чего-нибудь захотеть? Детей? Да! Да я всегда хотел иметь детей. Не может быть! О, да ты такой идеальный. О, кстати, у меня есть идея. Пошли со мной. Здесь мы храним те игрушки, которые совсем испорчены. Но это не испорчено. Оно прекрасно. Фу, да это просто мерзость какая-то. Ничего прекрасного тут нету. Думаю, с этого места можно начать. И чтобы он и правда был нашим, символом нашей любви. И вот так родился наш прекрасный малыш. Да я все еще не понимаю принцип работы этой машины по созданию друзей. Как это так у нее получается? Он, да он прекрасен. О, да он выглядит прямо как мы. Это, конечно, очень мило. Но зачем ты решила похитить меня? Это что-то вроде дурацкого семейного развлечения? Типа того. Видишь ли, у нас есть мама, папа и малыш. Но нам также нужен... Все верно, питомец. Что? Да я не стану вашим питомцем. Конечно станешь. Мы будем хорошо к тебе относиться. Угощения, прогулки, игрушки. Да блин, из Катнапа такой же питомец, как из какого-нибудь тигра. Это представьте у себя в квартире иметь огромного дикого тигра. Вот примерно то же самое. Да все, что захочешь. Но чтобы обезопасить нашего малыша, мы обрежем тебе когти. Нет, этому не бывать. Ха, отличная попытка. Нет, нет. Наша идеальная семья разрушена. И все потому, что этот неблагодарный Катнап не хотел стоять неподвижно. И что нам теперь делать? Да уверен, что мы сможем его выследить. Успокойся. И малыш может... Малыш? Малыш! Надо сваливать от этой чокнутой семейки. Погодите, что это за звук? Чувствую, это штука в ярости. Что-то мне плохо от того, что я запер тебя там. Вообще-то, нифига. Пока. Ну блин, со стороны Катнапа это как-то уж чересчур жестоко. Это ведь просто малыш. Что он сделал с нашим малышом? Катаня. А ну верни это. Ну ты сам попросил. Эй, я не могу двигаться. Прости, мужик. Я ухожу отсюда. О, дорогой, он сделал тебе больно? Ну он точно задел мои чувства. Я наша последняя надежда. Я должна поймать нашего дорогого котика. Раз и навсегда. Дорогая, мы должны пойти за ней, малыш, и быстрее. Мне надо только сломать эту штуку. А ну, не так быстро. Вы что, вообще не сдаетесь? Это плохо, что ты отвергаешь нас. Но пытаться причинить вред тем, кого я больше всего люблю. Да сейчас ты сдохнешь, Катнап. Нет. А ну не трогай ее. Дорогой. Что ж, непогончно. Теперь твоя очередь. О, привет. Пожалуйста, пощади его. Даже если не пощадишь нас. Я. Я. Возможно, ты не такой уж и плохой. Ты ведь просто хотел бедовца. А знаете, у меня есть идея, как нас всех сделать счастливыми. Вот твой котик. Возможно, у тебя будет настоящий, когда ты докажешь, что ты ответственный. Спасибо, Катнап. Что ж, вот такая анимация. И это было очень мило. Но я с нетерпением жду, когда же уже наконец Гим Тонс начнет показывать хорроры. Копи Плейтайм это же хоррор. А не всякая вот такая вот нелота. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok